Продолжение следует... 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 И еще бы я хотела услышать, поддерживают ли эти процессы правительство наших стран. И о ситуации в Казахстане я попрошу рассказать Камилу Смогулову, которая также является выпускницей аналитической школы Кабар Азия. Она занимается исследованиями в этой области, и фокус ее исследований касается вопросов национальной идентичности, идентификации, а также гражданского общества. Пожалуйста, Камила, вам слово. Всем добрый день, еще раз большое спасибо, что пригласили. Спасибо, что отметили то, что я являюсь выпускницей школы аналитики Кабар Азия. На самом деле это для меня очень такое родное место. Мы тоже очень гордимся вашими достижениями, ваши наставники всегда отслеживают. Спасибо. И я горжусь, что уже с такими прекрасными спикерами удалось мне тоже разделить сегодняшнюю дискуссию. Будет очень, мне кажется, интересно. Единственное, наверное, я сделаю важную такую ремарку и дисклеймер, который сейчас, наверное, очень важным делом, что я не представляю ни интереса ни правительства своего, ни государства. Наверное, какие-то мои ответы связаны с тем, что государство делает и так далее. Оно будет скорее с точки зрения моей деятельности, исследования, гражданского общества и так далее. Если говорить о том, что происходит в Казахстане, что происходит с постколонизацией, деколонизацией, на самом деле второе, точнее деколонизация, процесс политический и так далее, он, по крайней мере, по моим наблюдениям, и в целом, если, мне кажется, делать такой контент-анализ сегодняшних медиа, он прям один из таких ключевых точек. И я наблюдаю такую тенденцию, что практически каждый второй паблик-толк, какие-то общественные собрания, дискуссии, всегда присутствует повестка деколонизации. То есть она всегда есть. Деколонизация экономика, деколонизация идентичности и прочее. То есть о чем говорит это? Это говорит о том, что действительно происходит запрос. И я этим летом услышала потрясающий, на самом деле, потрясающий ответ о том, почему это происходит. И как мы понимаем деколонизацию сейчас? Наверное, в регионе, конечно, Центральная Азия как регион очень схож, но все равно то, что вы упомянули, да, Лола, вначале, Казахстан-Кыргызстан, вроде бы он на одной стороне, но даже между этими двумя странами процесс достаточно разнятся. Так если возвращаясь к Казахстану, я вот этим летом посетила выставку. Я очень много где об этом пишу, говорю, и мне кажется, это очень такой важный момент. Казахстанская художница Сауле Сулейменова этим летом делала выставку. Она называлась «Баскарапайм-Халкпас», там был такой трибют и январским событиям, и войне в Украине и так далее. И вот на одной из ее лекций я услышала, как она процитировала свою маму Саиду Абдрахимов, которая сказала, что деколонизация – это выбор. Это выбор о том, чтобы люди начинали становиться теми, кем они были до прихода, как сейчас принято говорить, в Метрополии. И это очень интересно, потому что у нас вроде заголовки постколониализм, а если мы берем то, что происходит на grassroots level, то есть в гражданском обществе, и когда я говорю даже гражданское общество, я, наверное, больше имею в виду медиа-инфлюенсеров, тех, кто создает контент. И вот то, что вы, Лоло, упомянули вначале, про музыку, про одежду и так далее, что это происходит, на самом деле и многие пытаются для себя это объяснить, как где колонизация. Термин сам постколониализм, постколониальная теория, она, наверное, действительно в более закрытых кругах, она, наверное, связана с теми, кто ту самую теорию изучает, да. Но на самом деле сейчас, конечно, допустим, книга того же Эдварда Саида «Ориентализм», она стала, наверное… Ну, многие пытаются ее рекомендовать как уже настольную книгу, чтобы все понимали, о чем речь. Я всегда добавляю к такой литературе книгу у Франца Фанона, это тоже ученый, да, который стоит за вот как такой постколониальной теорией, его книга «Black Skin, White Masks», то есть «Черная кожа, белые маски», это тоже про как раз-таки опыт стран бывших колоний, вот. Но опять-таки вот есть ощущение, что постколониализм, постколониальная теория, вот над самой деколонизацией, она как будто бы осталась вот где-то здесь, она где-то между, и ей как будто бы нет места выйти. Хотя на самом деле, да, постколониальная теория, она объясняет очень многие выборы того, что сейчас, как я вижу, происходит в обществе, то, как оно хочет деколонизироваться, то, как оно хочет, скажем, снимать с себя маски и так далее. Ну и здесь важные концептуальные моменты, да, что насколько мы можем называть постсоветским, постколониальным, на это есть очень много работ, но вот, по-моему, ученый, его зовут Мур, статья 2001 года, я потом, если что, нужно будет литература, я поделюсь ссылками. Эта статья как раз-таки раскрывает, почему, да, чисто концептуально, постсоветские, постколониальные – это не совсем эквивалентные друг другу термины. Тем не менее, вот как раз-таки тоже опять-таки было, что вы, да, вначале упомянули по поводу постсоветскости. Наверное, в этой постсоветскости где-то и скрытым таким, где-то скрыта наша постколониальность, да, потому что мы все еще пишемся, ну, мы все еще для того, чтобы связать вот даже наши, да, страны, хотя вроде бы мы регион, где, хотя нас как центральный озер должны связывать совсем другие вещи вроде как, а не наше прошлое, да, советское и до этого, российском периоде и прочее. Вот. Так вот, если возвращаясь к тому, что вот про процессы, которые происходят в Казахстане, на самом деле это очень интересно наблюдать, как выборочно, какие именно инструменты выбирают граждане, да, выбирают общество для того, чтобы своего рода деколонизироваться. К этому абсолютно точно относится, конечно, языковой активизм. Сейчас это прям такая очень важная ниша в Казахстане, так как все-таки общество билингвов, да, и в целом очень много людей, которые все еще, да, по-казахски не говорят, хотели бы говорить по разным причинам, просто они его не знают. И вот тут важный момент, например, который я бы хотела помнить. Здесь еще вопрос того же неравенства, да, когда именно экономического, когда, допустим, не зная русского языка, преимущественно казахоязычные граждане в Казахстане не могут найти работу. Вот это вот очень важный момент. И тут у меня самой всегда возникает вопрос, наша это постколониальность ли, да, и вот этот момент тоже важно, где колонизировать. И этим тоже занимаются различные активисты, представители гражданского общества, которые говорят о том, что государственный язык, да, первый язык, он находится в таком состоянии, точнее, и не язык, да, его использование. Потому что все-таки, как мы знаем, возможно, тоже коллеги меня здесь поправят, да, что документация, допустим, законы в казахском языке, да. Мы сейчас очень сильно страдаем от такого явления, как калька, когда оригиналы текста пишутся на русском языке, а после, допустим, на казахский переводится уже с оригинала на русском. То есть, опять-таки, что это? Это наша, наверное, как раз-таки, возможно, постколониальность, да, и деколонизировать, и возвращать, как говорится, возвращение собственного достоинства. Наверное, это про это в том числе. Вот. Также из такого, это сейчас тоже менее популярно, но вот наши, допустим, во всем, наверное, регионе подсоветском, не только в Центральной Азии, в Казахстане, да, окончание фамилий, то есть Оф-Ова, Еф-Ева. Опять-таки, большинство языковых активистов, да, вот связанные как раз-таки с протяжением государственного языка, они тоже продвигают идею о том, что одно из проявлений деколонизации как раз-таки это то, что мы убираем из наших фамилий подобное окончание. То есть, ну, предположим, если я с Могулова, да, я бы была Камилла с Могулой, например. Вот. Я не могу сказать, что эта тенденция пока набирает большие обороты, но я постепенно замечаю, что люди это делают, люди об этом рассказывают. Вот. Также, если говорить про национальную одежду, у нас достаточно последние годы очень популярны разные бренды, которые используют, например, ну, изображения для мерча исторических каких-то фигур в Казахстане. Вот. Допустим, очень часто это представитель интеллигенции 20 века, как раз-таки вот моя первая статья для Кабар, которую я писала об Эхал-Лашурде, как раз об этом, где вот молодежь использует их изображения, мерчи и так далее. Возможно, в этом тоже есть такая, какой-то запрос, да, на деколонизирование себя, на поиск каких-то истоков и так далее. Ну, и как раз такие вопросы музыки. То есть это на самом деле даже, это, наверное, это изменения, которые просто являются каким-то циклом, да, возвращения того, кто мы были, кто мы есть. И, конечно, такие процессы, если брать глобально, они начали, наверное, происходить в регионе после 24 февраля. Для Казахстана совсем до этого, да, происходили январские события, которые тоже вряд ли это было напрямую связано с тем, что мы должны деколонизироваться, с каким запросом, да, но все равно с самой тенденцией задавать вопросы о том, что происходит в обществе и как люди могут себя называть, вот это вот на самом деле происходит. Но здесь важно еще также упомянуть, когда мы говорим о той же деколонизации, да, это тоже, наверное, не совсем повсеместный процесс, потому что у нас все равно еще полярное достаточно общество с языковой точки зрения, с точки зрения политических взглядов, да, бэкграунда. Я думаю, это не только для Казахстана присуще, да, что все равно по регионам тоже идентичность, она очень такая плавучая, она отличается. Поэтому, наверное, вот те проявления деколонизации, о которых я сказала, о фамилиях, там, о музыке и прочее, оно вряд ли повсеместно, по всему Казахстану, и что это вряд ли равномерный процесс, да, это тоже важно учитывать. Вот, вопросы поляризации, о которых я уже говорила, они тоже есть, и сейчас они еще более острые, когда, ну, все, что мы наблюдаем, факторов тому, чтобы этот сильно звучащий такой термин «раскол общества», на самом деле, просто, мне кажется, такая естественная поляризация, да, на основе, там, ценностей и прочее, когда люди выбирают, допустим, ну, поддерживать государство, если не поддерживать, и вот позиция по, допустим, войне в Украине, да, позиция по мобилизации, от которой, после которой в Казахстане все равно произошли изменения, и, я думаю, социально-экономические трудности тоже. И вот здесь тоже, да, вопросы, всегда красной нитью проходит деколонизация, то есть, что есть деколонизация, как мы можем деколонизировать себя и тому подобное. Это вот именно на уровне гражданского общества. И самое интересное, то, что говорю, я наблюдаю, постколониальная теория, она где-то только рядышком идет, наверное, проявляется в отдельных каких-то книгах, литературе, да, которую могут там, которые люди хотели бы читать и так далее. Вот. Я надеюсь, я сильно много времени заняла. Пока вот все, что я хотела сказать, но я буду рада обсудить дальше и вопросам, и, да, по следующим блокам. Спасибо. Спасибо большое, Камила. Интересные моменты вы затронули. На какой-то момент нас выбило, потому что у нас вот здесь нестабильный интернет сегодня. Ну, это как обычно. Еще, конечно же, мы поговорим о том, как я говорила, что больше всего об этом говорят в Казахстане и в Кыргызстане, и мы ждем нашего, нашу экспертку из Кыргызстана, Эльмиру Нагайбаеву. Она присоединится к нам больше, позже. А вот прежде чем передать слово эксперту из Таджикистана, я хочу рассказать о своих наблюдениях. Вот лет 10 тому назад мы проводили большое региональное мероприятие, на которое пригласили экспертов из наших соседних стран региона. И вот тогда один из моих коллег из Кыргызстана, который тогда впервые приехал к нам в Таджикистан после распада Союза, после гражданской войны, он сказал мне одну интересную фразу, которую я вот часто вспоминаю. Он мне сказал, что он очень удивлен, как изменился облик Душамбе. Он мне сказал, что город стал более мононациональным. Это было видно по тому, как люди одеты, на каком они языке разговаривают. Вот, возможно, именно поэтому сейчас в Таджикистане говорят не так много о деколонизации, потому что у нас эти процессы, мне кажется, произошли раньше. И люди уже сразу после гражданской войны, наверное, стали идентифицировать себя как отдельная нация. Так ли это, пожалуйста, Марат? Слово Марату Мамадшоеву, моему коллеге, главному редактору Кабар Азия по Таджикистану, журналист-аналитик, тоже с большим биграундом, который давно работает в этой сфере, наблюдает. Пожалуйста, Марат, какова ситуация в Таджикистане? Сразу отвечу на вопрос, свое мнение. Мне кажется, наоборот, Таджикистан заметно отстает по осознанию вот этих процессов деколонизации. Он заметно отстает от соседей. Возможно, по каким-то другим моментам. Есть какая-то этническая идентичность, она не совсем совпадает с гражданской. Ну, у нас, в наших странах вообще гражданская идентичность, она так везде слабо ставится. Ее часто путают с этнической идентичностью, и даже там из-за этого возникают различные проблемы, когда человек просто даже, он, предположим, хочет считать себя вот этнически, он хочет себя считать одним, а ему говорят, а ты что, сепаратист? Ну, мы уходим сейчас в другую тему. Поэтому я думаю, что вопрос деколонизации, он, конечно, очень сложный. И он самые разнообразные последствия, как Камила ранее говорила, здесь разные и политические, и даже вот эта проблема билингвизма, так называемая. Хотя, может быть, это не проблема, когда она реально так, скажем, помогает развиваться общество, а не вредит ему. Ну, в общем-то, у нас есть какие главные, самые важные аспекты, это, конечно, политика, это, конечно, экономика, и, конечно же, вот культурное доминирование, я бы так сказал, бывшей метрополии. Но ситуация очень динамичная, скажем так, и мы видим, что когда совсем недавно страны, которые были колониями, тоже, как и мы, и тоже управлялись из Москвы такими же директивами, и где там, скажем, тоже меняли, например, руководителя, не посоветовавшие даже с местным активом, так сказать, или, ну, тем более, с местными гражданами, они, порой, тоже так же проявляют какие-то там империалистические, какие-то вот такие, я бы сказал, колониалистские притязания, скажем так. Ситуация, на самом деле, очень динамичная. Колониализм, это, на самом деле, такое понятие в моем представлении, это не только проблема Москвы, нашими Сангейами, это проблема не только Москва, скажем, Бишкек, Душанбель, Ташкент и так далее. В какой-то степени это проблема и более крупных держав. Например, у нас есть иранский, условно, скажем так, какой-то империализм, у нас есть турецкий в какой-то степени, в какой-то степени и европейский и так далее. И мы всегда должны смотреть и разбирать, где, на самом деле, это колониализм, а где нам это только кажется, что это колониализм. А на самом деле, это довольно равноправные и справедливые отношения. Ну, вокруг этого, естественно, тема, она такая динамичная, сложная. И, естественно, тут много фейков, там такие колониалистские фейки, они очень распространены. Вот недавно Патриарх Кирилл сказал, что Россия всегда была мирной страной, она миролюбивая страна, она никогда ни на кого не нападала, а всегда защищалась. Ну, каким-то образом она заняла вот треть суши. Или там британская министр, которая сама, выходя из Марврики, говорила о том, что британская империя в целом была силой добра, и, в общем-то, ей только на благо. Ну, не только, но в основном она содействовала благу территории. Конечно, нужны серьезные научные исследования, изучения, чтобы подвергать это, распаривать это утверждение или там ставить их. Мы иногда к этой теме подходим излишне эмоционально, скажем так. Особенно, когда речь идет о культурном колониализме, так скажем. Так, ну, будем говорить о политическом, политических аспектах. Я считаю, что до сих пор наши страны не являются полностью самостоятельными государствами. К сожалению, к большому сожалению. Они очень сильно действуют, оглядываются в проведении своих каких-то важных, принципиально важных решений на другие центры силы. Они исходят, скажем так, из того мандата, который ему дает собственный народ на проведение политики. Конечно, мир сейчас очень взаимозависим. Это безусловно. Тут тоже, здесь тоже не надо преувеличивать. Но мы можем, например, посмотреть, как наши страны голосуют по каким-то важным, ключевым вопросам современности, связанные с той или иной, скажем так, с тем или иным центром власти. Или империей, будем говорить откровенно, как Российская империя, например. Мы видим, что чаще всего это либо они воздерживаются, либо поддерживают Москву. Даже Казахстан, который, скажем так, на мой взгляд, очень сильно преуспел в плане эмансипации, он все равно значительно зависит от той же Москвы. Или он выбирает себе сейчас другие партнеры, других партнеров, которые не факт, что они тоже не начнут, скажем так, завтра проводить какую-то экономическую, любимую вот эту политику ножниц, скажем так, когда ресурсы у тебя отбирают по одним ставкам, а взамен тебе дают товар по другим ставкам. То есть это экономический империализм. Так, ну, в общем-то, в экономике тоже так же. Наши последствия колониализма у нас не изжиты, потому что, опять же, мы, Центральная Азия, это поставщик сырья. Поставщик сырья, и когда мы хотя бы научимся, я не знаю, 20-30% своих сырья перерабатывать, мы можем сказать о каких-то успехах, экономических успехах в плане борьбы с колониальными последствиями. Пока, к сожалению, мы видим, что наш хлопок вывозят куда-то, нашу нефть вывозят куда-то из наших стран. Мы даже не можем порой обеспечить собственное производство этими товаров. Не можем даже из этих товаров собственное производство обеспечить. И самое главное, одна из самых важных проблем, то, что за все это время у нас воспиталась такая компрадорская, такая посредническая элита, которая, она вот привыкла работать с метрополией, она заточена на ее интересы, она разговаривает, как эта метрополия, в общем-то, и ее это положение устраивает, и она не желает ничего менять. У него есть такая же, скажем так, какая-то часть интеллигенции обслуживает ее интересы, и они тоже эти идеи транслируют. Ну, можем даже вот сходу такой пример привести. Посмотрите на законодательства, какие принимают наши парламенты. Порой эти законы просто списывают условных старших братьев. И зачастую заимствуется какое-то законодательство, которое совсем реакционное. ну, например, об иностранных агентах или там что-то другое. Ну, и еще одна такая проблема, это все-таки, в которой мы можем значительно преуспеть, сми я имею в виду, потому что, к сожалению, на политику, на экономике мы отчуждены от решений, от принятия решений и так далее, как и значительная часть общества, я бы сказал, большая часть общества. Но на культурное доминирование бывшей митрополии мы можем влиять. Я, например, помню, как был резонанс в российских СМИ, когда в Таджикистане, ну, конечно, по указанию власти, что, на мой взгляд, не есть хорошо, началась кампания по таджикизации фамилии. И как российские СМИ, которые никогда их не писали о Таджикистане, как они внезапно возбудились и там об этом писали, причем рост фейков был огромный. Я, опять же, не сторонник вот такого принудительного подхода, но в СМИ писали, что за славянские окончания чуть ли не сажают людей. А некоторые, почему, писали даже, что сажают людей. Так, ну, в общем-то, аспектов много. И еще один из аспектов это интеллектуальное ограбление, скажем так, когда, опять же, воспитываются кадры и так или иначе, опять же, как Камила говорила, есть проблема и тех, кто плохо владеет русским языком. И, соответственно, и карьерный рост у него не происходит, так как он мог бы этого бывать. Как он того заслуживает. Но здесь нужно добавить такой дальний колониалист, что вместо русского на смену русского приходит английский язык, который тоже тут можно дискутировать, в какой степени это колониализм. Почему английский язык лучше, скажем, не знаю, других языков. Здесь вопрос, опять же, дискуссионный. То есть, я хочу сказать, что к этому вопросу нужно подходить без какой-то вот такой эмоциональности. И нужно быть более объективной и более и нужны какие-то научные серьезные исследования. Ну, пожалуй, вот это все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Мурат. Затронул очень важные вещи политические, экономические и другие аспекты постколониализма. и я вот готовясь к этой встрече, прочитала одну статью, где говорится о том, что постсоветские страны нельзя считать, ну, или многие не считали раньше и делали разницу между постсоветским и постколониальным. Вот интересные, конечно, там много очень интересных аспектов в этой теме. Я вот приветствую Эльмиру Нагарибаеву. Эльмира, большое спасибо, что вы присоединились к нам. Мы сейчас послушаем о ситуации в Узбекистане, потому что вот вначале я говорила о том, что заметный очень дискурс в Таджикистане и Казахстане, а Узбекистан и Таджикистан в этом дискурсе не так активны, и здесь у нас это не очень заметно. Пожалуйста, Хатам, вам слово, расскажите нам о том, какова ситуация в Узбекистане. Добрый день всем. Я хотел бы начать с истории, вообще говоря. Если вы помните, независимость Узбекистана совпала с Хлопковым делом, когда многих значит руководителей посадили и прочее, прочее. И первое, что сделал президент Узбекистана, когда пришел к власти, он освободил всех этих людей, и это был очень сильный посыл, так сказать, против мнения, против точки зрения Москвы. И уже тогда был задан такой нарратив и такой импульс к жесткой декалонизации. Если вы помните, там и принятие закона языке и прочие всякие атрибуты и все такое. Когда мы говорим о колонизации, мне кажется, нужно понимать, что мы хотим говорить о мышлении, свободном от колониальных представлений, о колонизации. То есть мы должны освободить мышление человека главное, чтобы не было колонизации сознания. Если сознание будет свободно от последствий, так сказать, колониализма, тогда человек может взвешенно принимать любые решения, будь то политические, идеологические или экономические. Но тут надо одну вещь очень серьезно отметить. Нельзя, значит, говоря о деколонизации, это дело вести, как бы вкладывать сюда какую-то агрессию. Деколонизация, она должна учитывать все существующие реалии экономические, политические, идеологические. Мы видим, что наши страны уже нельзя назвать постсоветскими, потому что особенно после прихода в 16-м году к власти в Узбекистане новой команды во главе с Мирзиёевым, наши отношения с соседними странами, с Таджикистаном, Казахстаном, Киргизстаном обрели новый импульс. И можно сказать, что вот это стремление к интеграции, стремление к созданию совместно экономических проектов, например, Камбаратинская ГЭС, соглашение Парагунской ГЭС и прочим, они говорят о том, что есть предпосылки к деятельности, которая определяет лицо центроазиатских стран, так есть зачатки некоего единого пространства экономического. и это, конечно, находит отражение и в Узбекистане. Если вы помните, у нас вот те процессы, о которых говорил мой уважаемый коллега из Таджикистана, они имели место, вот то, что проекты закона сначала писались на русском языке, потом переводились на узбекский, но это было связано с тем, что очень многие кадры были воспитаны на практике русскоязычной. Однако сейчас ситуация очень сильно поменялась. Все проекты закона пишутся на узбекском языке, выставляются на узбекском языке, и даже чаще всего сейчас стали поступать вопросы, а почему нет на русском. Здесь тоже нужно, конечно, прийти к какому-то согласию. И мне кажется, этот процесс деколонизации должен носить не какой-то антагонистический характер, всякого отрицания каких-то взаимосвязей с, скажем, Россией. Нет, он должен идти, например, по финскому принципу, когда, так сказать, Узбекистан прекрасно эти принципы соблюдает, мы не являемся членами УДКБ, мы не входим тесно ни в какие экономические союзы и пытаемся, как вы видите, вести какую-то реальную, пытаемся вести реальную политику экономическую и другие направления политики, исходя из собственных возможностей. И тут нужно обязательно понять, что любая политика, как бы не хотела интеллигенции, как бы не хотели поэты и другие представители гуманитарных сфер, политика это искусство возможно. Вы связаны экономическими договорами, вы связаны политическими договорами, вы связаны различными сиюминутными ситуациями, которые возникают в республике. Поэтому вы обязаны, проходя процесс деколонизации, не оказаться во враждебных отношениях с другими странами. Мы обязаны найти путь мирной деколонизации. И здесь нужно начать с деколонизации сознания. Если вы обратили внимание, то президент Мерзиев дал очень жесткую оценку годам репрессий, когда сказал, что были уничтожены лучшие представители узбекской интеллигенции. Если вы помните это выступление, оно нашло очень широкий отклик в средствах массовой информации, в том числе российской. деколонизации, также если вы сейчас в Узбекистане очень серьезно занялись исследованием творчества джадидов, джадидизма. То есть мы можем спокойно сказать, что сейчас Узбекистан вполне может, это конечно дело вкуса, кто-то может назвать его постсоветской страной, однако по тому, что делать в Узбекистане в принципе в языковой сфере и в сфере гуманитарной, это уже далеко не постсоветская страна и произведение наших молодых кинематографистов, режиссеров, они могут быть свидетельствами этого. Кроме того, мы должны понимать, что мы в принципе должны вот декалонизация еще раз не означает отказа от каких-то скажем прагматичных вещей. например, вот язык. Сейчас тоже у нас в Узбекистане есть как бы некоторые люди, иногда некоторые популярные блогеры, они категорически выступают против русского языка, считая, что русский язык не несет ничего полезного и нужно переходить на английский язык, вот как сказал мой предыдущий коллега, однако это очень спорный вопрос. Мы должны помнить, что русский язык нельзя обижаясь на правительство, нельзя обижаясь на историю, но нельзя обижаясь на историю, отрицать язык. Это совершенно несопоставимые вещи, и вы со мной, я думаю, согласитесь. Поэтому мы обязаны вести работу максимально деликатно, исходя из медицинского принципа «не навреди», потому что есть очень много полезных вещей, которые мы обязаны просто сохранить. Есть научные связи, есть культурные связи, и мы не можем из-за каких-то событий, которые в любом случае будут иметь временный характер отрицать великую духовную культуру русского народа, скажем, как и любого другого, в принципе. поэтому в Узбекистане я считаю эти процессы идут очень последовательно, очень последовательно, и Узбекистан, на мой взгляд, не является уже постсоветской страной, это уже самостоятельная страна с какой-то своей политикой, которая может быть кому-то нравится, кому-то не нравится, но она имеет место быть, и с ней, так сказать, ну, я считаю, с ней считаются все, кому интересно сотрудничество с Узбекистаном. Поэтому, естественно, у нас тоже есть какие-то проблемы, мы должны, может быть, более как-то правильно подходить к вопросу замены. очень правильно сказал Марадоке, он говорил о замене, скажем, русско-английским, вот у нас сейчас очень серьезно, скажем, продвинулась вглубь масса религии, но мы наблюдаем не тюркский облик наших женщин, религиозных, как было раньше, Румуан, и прочие дела, мы наблюдаем аравизацию. Вот эти хиджабы и прочие дела, они совершенно были непривычны для турков и для тюркских народов. Поэтому я считаю, что это очень тонкий и больной и большой вопрос, в котором объединилась философия, идеология, политика и экономика. И поэтому его нужно решать максимально деликатно и не спешить, так сказать, не спешить рвать какие-то отношения вас горяча, а подходить как уже было до меня сказано с умом и деликатностью. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам, Хотанека. Вы абсолютно точно заметили, что пост- деколонизация, наверное, Камила меня поправит, может быть, да. Это очень огромный пласт и он имеет огромное количество влияния на все сферы нашей жизни. И очень хорошо рассказали про то, как и что происходит в Кыргызстане. И вот я хочу попросить нашего эксперта из Кыргызстана Эльмиру Нагайбаеву рассказать нам о ситуации по деколонизации, по пост-колониальным процессам, которые происходят сейчас в Кыргызстане. Очень интересно тоже наблюдать во всем, что там происходит сейчас. Тревожно порой, но вот что касается деколонизации и пост-колонизации, Эльмира, когда я вас приглашала, вы мне сказали, что вы сейчас очень плотно занялись изучением этой темы. Я благодарю вас, что вы присоединились к нам и вам слово, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Прежде всего, прежде чем войти в Кыргызстан, я попробую говорить чуть шире. Обратите внимание, когда мы говорим, мы путаемся д-пост-колонизацией. Это очень важно. Дело в том, что язык вот этого объекта исследования, если мы можем так сказать, он еще не сформировался у нас, и он только формируется. Это тоже очень важно. Почему? Потому что мы еще не разобрались с самым термином колонизации относительно Советского Союза, и мы поэтому путаемся. В этом смысле все замечательно, потому что у нас есть огромный слон, которого нужно нащупать и исследовать все вместе. Я надеюсь, что будут еще кросс-исследования. колонизации. Но что это была колонизация? Дело в том, что мы очень долгое время задавали разным исследователям исследующим колонизацию вопрос, была СССР колония или нет. И там тоже очень много разных теорий. Одна из них, например, гласит о том, что если не было таких протестных движений, значительных, если не было бунтов таких больших, значит, все было замечательно, народ там внутри был доволен тем, как было все. И поэтому в чистом виде эту колонизацию назвать нельзя. Сегодня мы пересматриваем очень важный момент. Мы пересматриваем свое прошлое. И поэтому я хочу обратить внимание, что мы с вами сегодня находимся во времени этих войн памяти. Прежде чем говорить о сегодня, мы должны понять, что было тогда. И в этом смысле, Лола, почему эта тема актуализировалась именно в этом двадцатом году, потому что случились очень интересные события. Вообще разговор о колонизации, деколонизации это разговор не против кого-то, а прежде всего разговор о себе. Поскольку мы 30 лет проживаем, формируем суверенитет, то так или иначе эти процессы были. Но обратите внимание, в двадцатом году они так актуализировались. Во-первых, потому что в этом году стала актуальна такая вещь, как милитаризация, как война вообще, как война, войны памяти, я уже сказала, но как физическая война на постсоветском пространстве. Очень актуализировались, например, такие темы, как тема о расизме. Мы долгое время считали, что расизм это где-то там, в каких-то других странах, но сегодня, осмысляя прошлое, и в том числе советское прошлое, и настоящее, мы заговорили и переосмысляем такие процессы, в том числе как расизм. Мы по-новому стали смотреть на репрессии, потому что у нас репрессии ассоциировались, ну, в основном, там, 37-й как раз сталинский террор, а сегодня мы говорим о репрессиях. События январские в Казахстане нас подтолкнули, события последние в Кыргызстане о том, а вообще природа репрессий, да, и колониальная, и постколониальная политика. То есть слишком много вещей, язык, которых мы относили к прошлому государству, актуализировались в этом, и нам нужно это все безусловно осмыслять. И здесь актуализировалось такое направление как memory studies, память, потому что история у нас до сих пор колонизирована все-таки, и она все-таки превалирует в такой советской концепции. Другое дело, что очень важно, как государство к этому подходит. На мой взгляд, как раз-таки Узбекистан не в меньшей степени, а наоборот в большей степени работает в этом направлении, осмысляя прошлое. И если мы посмотрим этот музей, посвященный репрессиям, эти исследования по джадидам, и это заявление президента Узбекистана об Асмачах и о 115 репрессированных в последнее время, ведь термин «басмачи» до сих пор относительно табуирован, мы до сих пор не разобрались, кто это и что это, и это тоже очень важно, но мы знаем, что он до сих пор не приветствуется во многих странах и очень сильно раздражает, мы тоже с этим столкнулись. И как мы, вот здесь, спасибо коллеге из Узбекистана, здесь было упомянуто узбекское дело, когда мы были в музее репрессий в Ташкенте, мы были удивлены, потому что мы до сих пор находимся в этой, ну скажем, представлении, что это было одно, а Узбекистан переосмысляет таким образом. Казахстан отцифровывает всю свою как бы базу и сохраняет в архивах, но архивы по большей степени у нас не открыты, и об этом тоже стоит говорить. Если мы говорим о деколониальности, то, конечно, святое место пустое не бывает. Вот буквально вчера было заявление о том, что о разных процессах, например, выработки тюркского, общетюркского алфавита. До этого тюркская академия говорила о том, что было создано соглашение с частью центральноазиатских стран о переосмыслении в младших классах прошлого. Это тоже общие процессы, и они сегодня имеют не только страновой характер, а региональный характер. Мы видим, как меняется потихонечку язык, я не имею в виду этничный язык, но язык формирования. Мне кажется, что сегодня академия, такая консервативная часть, она не успевает за теми процессами, которые происходят в мире, и поэтому вот такие дискуссии, они очень важны, и пока государство разворачивается, академии у нас в основном государственные в наших странах, очень активно реагирует искусство, да, и здесь, наверное, такой контекст, который задала нашу дискуссию, это книга Мадины Тластановой о том, что такое быть постсоветским, и она как раз основной кейс, ее это искусство, и здесь мы видим потрясающие выставки, которые происходят, как мне парадоксировать, я не знаю, а может быть, это логично, да, первые такие выставки были в Узбекистане, насколько я знаю, в Казахстане, в Кыргызстане, то есть художники, неформальное пространство, оно первым начинает размышлять и осмыслять то, что происходит сегодня у нас, потом к этому подключаются другие различные сферы, но самым консервативным до сих пор остается СМИ, да, мы, я не говорю, какие каналы у нас сегодня вещают и на каких языках, но мы видим, что уровень пропаганды, а это тоже вопросы колонизации и очень сильные инструментарии, они работают на наше пространство, и вот это вот новая сильнейшая волна ностальгии, в том числе искусственная волна ностальгии, которая нам сегодня преподносится, это тоже вопрос колонизации, с другой стороны мы видим, как вырастает роль социальных сетей, и мы видим реальные дискуссии, то есть раньше, если дискуссии можно было бы закрывать или открывать, то сегодня мы видим вот такие разного рода нарративы на всех уровнях, которые пытаются осмыслять те процессы, которые происходят сегодня и в том числе прошлые. Здесь, если мы говорим о темах колонизации, Д, Р, П, это все очень важно, но если мы не придем к общему пониманию того, что было в советское время у нас у всех, а мы были в общем государстве, то, наверное, нам будет очень трудно сдвинуться дальше. Я обратила внимание, что, например, Узбекистан очень активно работает в исследованиях джидидизма. Это очень интересные процессы, но надо сказать, что они были на всей территории Центральной Азии, и было бы здорово иметь такие исследования в таком формате. Если мы говорим про Казахстан, то в основном идут исследования Аллаш-Орда и так далее, хотя эти процессы близкие и по времени и так далее. В Кыргызстане эти дискуссии идут в основном о тех, кто находится на могиле отцов в Атабид в Кыргызстане. И то есть мы говорим об одних и тех же процессах колонизации, советской в данном случае, но мы говорим с разных ракурсов. Я приведу пример. Ровно год назад, в прошлом году, мы делали исследование по раскулаченному и сосланному в Украину. Там были все представители выходца из Центральной Азии, но за неделю до нас работали узбеки, а за два дня до нас работали казахи. То есть так или иначе эти процессы идут, нам сегодня очень важно теперь делать это совместно. И процессы репрессий, и все наши процессы. И тем более, когда мы говорим о сегодняшнем дне. Я еще раз хочу сказать и обратить ваше внимание, почему эта тема так актуализировалась. Это просто потому, что два постсоветских государств сегодня между собой воюют. Да просто потому, что тема милитаризации, она актуальна как никогда. И мы находимся в таком пространстве, когда речь идет уже не о пост и не деколонизации, а о неоколонизации. Нам пора анализировать и эту тему колонизации, и пытаться ее анализировать и понимать, что с нами происходит и что нам это ведет в будущее. И тогда это будет очень-очень продуктивно, особенно понимая, что угрозы на сегодняшний день довольно явные. И тенденции технологий, которые сегодня происходят, они очень сильно ускоряют эти процессы, за которыми мы с трудом поспеваем. У меня еще много всего. Я... Эльмира, спасибо огромное. Как всегда, я очень внимательно слушаю то, что вы говорите, потому что это очень важно. И вот, конечно же, мы все понимаем, что все эти процессы очень сильно актуализировались именно потому, что два государства воюют между собой и все остальные процессы, которые сейчас происходят, они влияют на нас. Ну вот, смотрите, у меня еще такой вопрос. Вот сейчас мы переходим ко второму блоку. Вот находясь между Востоком и Западом, регион всегда был подвержен влиянию мировых держав, там какие-то процессы происходили, но, несмотря на все прошлые завоевания, войны, странам региона удавалось сохранить свою идентичность, культуру, языки и так далее. Вот сейчас эти процессы, которые происходят, они, возможно, также поменяют, может быть, может быть, нет. Я вот хочу спросить, вот это все связано с этими глобальными процессами, которые происходят на Земле. И вообще, вот какие последствия грозят нам? И вообще, хорошо ли это или плохо, вот то, что сейчас происходит? И, Эльмира, пожалуйста, вам слово, вы можете продолжить говорить о том, какие последствия есть для нас. Вы знаете, я бы сразу избегала вот такой самоориентализации. Когда мы говорим Восток, Запад, там скроются такие ловушки. Дело в том, что долгое время мир был как бы европоцентричным, а Восток, он так экзотировался, и мы сами себя тут же экзотировали. Поэтому я бы сегодня в нашей дискуссии сделала бы мир такой центральной Азии центричным, да, и попробовала с этой позиции на это все посмотреть. Безусловно, в этой ситуации, которую задал 20-й год, всем нашим государствам и нашим обществам приходится определяться и очень серьезно. И так или иначе, мы видим встречи, все встречи на высшем уровне, когда нашим представителям на самом высоком уровне приходится определяться. И язык становится все более мутным и мутным. Сегодня мы все, я бы еще сказала про такую тенденцию, которая уже лет 10-15 осмысляется во всем мире, это консервативный разворот, в котором находится весь мир и в том числе Центральная Азия. Это разворот мы видим и в религии, и в политике, и в экономике и так далее. И эта волна, она сносит очень многие прогрессивные усилия, которые затрачивало общество. Мы видим даже такие вещи, как Трамп, Брексит, Путин и так далее. То есть первые лица государств это уже такие автократы. И в этой ситуации всегда всплывает такая вещь, как войны, как милитаризация. И эта волна, к сожалению, ведет определенные риски для общества, для прогресса, для развития. Когда я имею в виду прогресс, я имею в виду такие вот понимания того, что сейчас происходит. И в этой ситуации нам надо понимать и тогда, что мы можем делать. Во-первых, конечно, технологии, социальные сети нам дают возможность. С другой стороны, нам во всяком случае, может быть, я не говорю про академическое сообщество, оно, к сожалению, успевает. Некоторое аналитическое сообщество, мы должны как можно больше делать совместных исследований, говорить и анализировать то, что происходит. На мой взгляд, сегодня в Центральной Азии вот эти процессы, они идут очень медленно. Мы до сих пор являемся объектом исследования всех возможных академических сторон, институтов и всего прочее. Мы в этом смысле очень отстаем, хотя мы находимся в самом центре, эпицентре этих моментов. Я думаю, что у нас в ближайшее время гораздо больше рисков, чем возможностей, именно в связи с этим разворотом консервативным. И пока таких вот тенденций обратных я, к сожалению, не вижу. Ну, давайте попробуем подумать об этом вместе. Подумаем. А пока спасибо, Эльмира. Пока я хочу, Марат, спросить у вас, какие последствия вы видите, что хорошего, что плохого. Ну, мы уже говорили, какие последствия. Последствия, опять же, в чем это проявляется? Это неравноправные отношения. Когда есть какой-то центр власти, и он за тебя принимает решение. И я согласен с Эльмирой, что во многом у нас есть общий, так скажем, прошлое, и действительно что-то надо с ним делать. Например, тот же Голодомор в Казахстане. Может ли, например, мы оценить, что Голодомор это реально он существовал, и как это делают наши казахские коллеги, что он реально привел большим гибели большого количества людей. Или сталинские репрессии. Я вижу, что во многом опять же из-за того, что они хотят ссориться с митрополией бывшей. Эти вопросы зачастую просто опускаются. В то же время я бы не стал бы привеличивать это прошлое. В общем-то, прошлое умерло, умерли, и Сталин умер, и все они умерли. В общем-то, мы иногда, я думаю, привеличиваем внимание, вот этот бэкграунд, его влияние на текущий момент. В текущем моменте существуют свои Сталины, они, у них единственное, что их объединяет с тем, скажем так, это стремление решать все вопросы насильственным способом. Стас к насилию как, скажем так, приоритет. В общем-то, а так, по большому счету, этот бэкграунд не всегда он бывает полезным. Иногда даже суждения вот эти по аналогии есть в истории понятие такое, как нельзя автоматически переносить явление из одной эпохи в другую, и ты всегда рискуешь, даже из одной страны проецировать какие-то события, ты всегда можешь попасть в какую-то ловушку, и можешь прийти к неправильным мнениям. Ну, в общем-то, я скажу, что нам прежде всего нужно избавляться от политических последствий, политические последствия колониализма. например, вот существует такая организация, как ОДКБ, и уже есть более-менее обоснованная экспертная убежденность, что эта организация, она абсолютно никому не нужна, она никого не защищает, никого не спасает, и существует непонятно даже для чего. Это просто какой-то обломок вот этого старого, вот этого колониального мира, скажем так. Давайте ее ликвидируем, с этого начнем. Есть еще много таких вещей, скажем так, этих обломков колониального мира, которые существуют, чтобы, опять же, мы не могли оборвать окончательно какие-то ненужные для нас вредные связи, чтобы не создавали новых каких-то связей. Вот как тот же Ташкент, например, он не входит в ОДКБ и прекрасно себя чувствует. Я, например, очень сомневаюсь, что та же ШОС, мы можем и о ней поставить вопрос, насколько она полезна, насколько она нужна. Или другие многие объединения в рамках СНГ. Поэтому нам нужен, я коротко скажу, нам нужна переоценка, тщательная переоценка всего, что у нас существует на текущий момент. Например, как Эльмира говорил уже, и этот наш общий культурный, чуть ли не сказал балласт, но неправильный. Наш культурный багаж, скажем так. Опять же, там нужно переоценивать его, опять же, не впадая в крайности, не воюя с какими-то ветеринными медицинами, как это иногда происходит, не в крайности вообще вредны. Ну, иногда они могут быть полезны, но очень редко. В общем-то, нужны, вот, прежде всего, конечно, пласт надо переоценить, нужно переоценить весь наш пласт взаимоотношений с соседями, с метрополией, с Москвой, будем говорить откровенно, прежде всего, нужно переоценить, потому что там зачастую нам решение навязывается. А то, что нужно переоценить, мы поговорим чуть позже, я бы хотела, Марат, я бы хотела немножко подробнее, чтобы мы поговорили о последствиях, то есть политические, экономические, культурные какие-то последствия, которые у нас еще есть, и, конечно же, многие страны сейчас дистанцируются, но мы видим это, хотя мы говорили о том, что очень сильная зависимость и так далее, я понял то, что ты говорил, но, если мы говорим о национальной идентичности, то есть какие-то последствия для этого, хорошие, плохие? Ну, вот, опять же, мне больше нравится не национальная, а сколько гражданская идентичность, потому что у нас национальность, опять же, воспринимается как этничность во многом, и это неправильно, это немножко, скажем так, вводит в заблуждение. Я, знаешь, вот я немножко с тобой поспорю, потому что когда-то, наверное, лет 10 тому назад мы говорили с одним экспертом из Таджикистана, и он говорил о том, что для того, чтобы, то есть вот эти процессы, которые наши страны сейчас происходят, это постколониальные процессы, когда каждая страна для того, чтобы ну так стать такой полноценной страной, она должна сначала как бы объединиться этнически, то есть стать именно вот идентифицировать себя как страна, вот, например, Таджикистан, вот мы все таджики, Узбекистан, все узбеки, Кыргызстан, все кыргызы, Казахстан, все казахи, видим, что это не совсем работает вот в нынешних условиях, да, когда такая глобализация происходит, но тем не менее часть населения себя как-то вот сильно идентифицирует и то, что говорит Эльмира, да, о вот этом развороте глобальном, это происходит и происходит как-то очень-очень, как сказать, неравномерно и очень быстро вполне вероятно, что кто-то ощущает себя космополитом, а кто-то очень сильно ощущает себя прям вот таджиком, таджиком и говорит, что нет, мы должны вот быть вот именно такими, вот эти последствия у нас есть и это последствия может быть какой-то непродуманной политики, может быть чего-то еще, как ты считаешь? Ну, я не призываю людей ни в коем случае отказываться от этнической идентичности, я просто думаю, что не нужно смешивать принадлежность к государству, лояльность этому государству, преданность к этому государству, стремление отстаивать интерес этого государства и путать его с этнической идентичностью, когда ты в нашем случае лучше говорить таджикистанец, потому что, когда мы говорим таджик, мы можем отсекать, скажем так, от лояльности, от преданности к этому государству, много людей, которые, опять же, люди, он человек, может быть, он чистокровный, скажем так, там, в 15-м поколении, насколько это возможно, в нашем современном мире, он, может быть, таджик, этнический, но он хочет быть космополитом, он живет в 21-м веке, но эти вопросы, эти проблемы ему не интересны, но он развитый человек, я не знаю, он совершенно согласна, только из его дурацких заявлений, но, в общем-то, вот в таком ключе, я думаю, что нам важно, чтобы осознать себя именно гражданами этого государства и защищать и не проецировать, здесь проблема в колониализме, опять же, скажем так, у нас старшее поколение, к сожалению, у них сидит этот колониальный комплекс, когда там какой-нибудь дедушка тебе говорит, мы завоевали Германию, мы, там наш солдат сидел, а почему сейчас это Германия предъявляет нам претензии, это сидит, это проявляется и вот в конфликте, в агрессии, будем говорить, назвать вещи своими именами, Москвы, в агрессии России в Украине, это тот взгляд проявляется, когда некоторые, скажем так, вроде бы довольно грамотные люди считают, что таким образом Москва борется с империализмом, хотя на самом деле это яркий пример, когда происходит империалистическое вот это колониальное вторжение, то есть в данном случае это Москва, митрополия, это Москва, это, скажем так, сила, ну, как ее назвать, агрессор, а Украина это жертва, жертва, приехал, как бы, да, и вот, и с другой стороны я вижу процессы, когда, вот как ты говоришь, называть себя таджикистанцем, узбекистанцем, потому что люди, которые живут в Кыргызстане, в Таджикистане, в Узбекистане, другой национальности, они себя позиционируют уже сейчас, именно, даже русские, там, украинцы и так далее, они позиционируют себя именно гражданином этой страны, и это хорошо или плохо, я думаю, что это хорошо, Элимира, вы что-то подняли руку и хотите сказать. Я хочу поддержать, вот, Марата, в этом смысле, здесь уже очень важно, этничность, безусловно, очень важная, там, национальное строительство и государственное строительство, это никто не отменял, но, если мы говорим о деколониальности, нам очень важна именно гражданская идентичность и именно региональная гражданская идентичность, потому что, как мы себя ощущаем, как некоторые региональные целые, ощущаем ли, сможет ли договориться наша элита или нет, от этого тоже зависит процесс деколонизации, потому что, наша разрозненность, она ослабляет нас, и здесь нам это надо понимать, мы хотим быть вместе, не только там, я не знаю, Узбеки, и Кыргызи, и Таджики, но мы хотим быть свободны и развиваться еще как регион, или не хотим, и это же тоже очень серьезный вызов, мы это тоже видим, поэтому эта идентичность, она тоже имеет значение, и мы тоже должны об этом думать и разговаривать, потому что, если говорить о мобилизации, сори, мобилизация в последнее время стала носить другой оттенок, но нам нужна мобилизация, нас как стран, государств и общества Центральной Азии, и еще я хочу сказать про одну идентичность, это идентичность некоторых, не идентичность, а такое сообщество исследователей, это тоже очень важный момент, потому что... Вот это я хотела услышать, Эльмира, да. Да, Лола нас пригласила, и мы вдруг друг друга увидели, что-то говорим, нам нужны площадки, нам нужно говорить, нужно осмыслять, нужно, чтобы мы были услышаны лицами принимающих решения, и это тоже вопрос деколонизации, поэтому я приветствую все, что сегодня творится на этой... Спасибо большое, Эльмира, да, вот это я хотела услышать, потому что мы, говоря о деколонизации, постколонизации и так далее, вот абсолютно сегодняшний разговор говорит о том, что и вообще уже как бы давно я себя лично ощущаю выходцем Центральной Азии, происходит ли это у других, я не знаю, вот Камила, вы подняли руку, пожалуйста, что вы... Да, я очень хотела тоже несколько моментов упомянуть, наверное, я сразу, пока вы сказали ощущение себя как выходца из Центральной Азии, я, наверное, быстро об этом скажу, и это, наверное, тоже будет связано с тем, что упомянула Эльмира о объединении, да, и кругов исследовательских и так далее. У меня есть ощущение, что, наверное, вот опять-таки это про какие-то пузыри же, да, какие-то экспертные пузыри, какие-то рабочие, социальные пузыри, и, наверное, допустим, в тех пузырях, в которые мы находимся, мы себя можем чувствовать, выходцем из Центральной Азии, потому что у нас, наверное, вот есть прекрасная возможность друг с другом взаимодействовать на таких площадках и прочее, да. Меня всегда интересует вопрос на том, что мы можем сделать для того, чтобы общество этих стран могли друг с другом себя отождествлять, потому что очень долгое время, я вот могу точно говорить, да, про Казахстан, что мы все равно у нас какая-то вот, ну, опять-таки, региональная идентичность это настолько, конечно, шаткая и очень такая, мне кажется, абстрактная конструкция, да, но тем не менее, насколько, да, люди могут себя друг с другом отождествлять, потому что мы, к сожалению, живем в самых ужасных условиях, да, когда какие-то сериалы, которые мы смотрим в наших странах, используют наших же со, как бы, соседей, да, по региону для ориентализации, когда обязательно выходить из Центральной Азии, это человек, который, как бы, как это говорится, blue collar worker и так далее. И здесь, наверное, еще я бы, знаете, что хотела сказать, как раз-таки про объединение и про деколонизацию, о том, что важно объяснять реальность, чтобы, понимаете, вот эти круги исследователей-аналитиков, чтобы они, помимо того, чтобы доходили их голоса до лиц, принимающих решений, до самих людей, чтобы это перестало быть о людях, а чтобы это стало для людей, чтобы каким-то понятным языком была возможность объяснять людям реальность. Вот, иначе, ну, то есть запрос есть из низовых движений, запрос есть, опять-таки, кто может эту реальность объяснить, я думаю, это как раз-таки те люди, которые занимаются производством знаний, и важно, чтобы эти производства знаний, да, они выходили из академических кругов тоже в какие-то более медиа. Насколько это вообще возможно, насколько у этих кругов, да, есть такая мотивация. Спасибо, Камила. Хотамака, вы подняли руку, пожалуйста, что вы нам включите. Я хотел, вот, Марата, поддержать в одном вопросе. Мы, конечно, должны уважать и изучать свою историю, но мы не должны забывать, что, например, в Узбекистане сейчас большинство руководителей это те люди, которые родились уже в независимом Узбекистане. И, соответственно, образование они получили не советское. Это факт. Во-вторых, мы должны ясно, как специалисты, осознавать, что на подходе поколений, которые порой не знают ни кто такой Сталин, ни кто такой Ленин, Маркс и все прочие деятели. Это поколение живет в смартфонах. И мы совершенно другими категориями. И я должен признать, может быть, это только моя точка зрения, мы очень мало знаем о в этом поколении. Поэтому, когда мы идем в постколониальное развитие, мы должны себе четко отдавать отчет, о куда мы вышли, куда идем, куда мы хотим прийти, вы или, скажем, из-под опеки или из-под зависимости. Это трудный вопрос. Это очень трудный вопрос, потому что, как я уже сказал, мы связаны кучей договоров взаимных. Но я могу, судя по политике, которую ведет наше правительство, мы очень серьезно, Узбекистан очень серьезно идет в центрально-азиатское сообщество. Оно нацелено на создание вот такого какого-то добрососедского, взаимовыгодного создания сообщества в центральной Азии. Вот буквально вчера у нас в Ташкенте закончился медиафорум по медиаграмотности молодежный медиафорум Media Ivan 2022, в котором принимали участие журналисты и эксперты Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, то есть от всех наших государств, но, к сожалению, только из Турмении. И я должен вот Камилочке сказать, что может быть на государственном уровне есть какие-то иногда спотыкания и шарахания в каких-то ситуациях, но вот наше сообщество экспертов и специалистов мне кажется очень прочной взаимной связи имеет. помню много случаев, когда по работе вручали коллегии из Кыргызстана, из Казахстана, из Таджикистана. Это очень много таких примеров. И я считаю, что на уровне гражданского общества у нас складываются достаточно серьезные связи, и они достаточно прочные, на которые можно опираться. Я не знаю, согласны ли все с этим, но с моей точки зрения, из моего опыта, работы в журналистике, работы в экспертных кругах, у меня такое впечатление. Поэтому мы, конечно, когда я задал вопрос, куда мы идем, он немножко с подтекстом, мы все идем к самим себе. Мы должны определиться сами с собой и вести, как сейчас модно говорить, многовекторную политику. Мы идем к ней. Мы должны понимать, что у нас есть сообщество, которое веками мы жили рядом. И казахам тоже сложно. Они веками жили, у них самая протяженная граница с Россией. Поэтому вот этот момент он очень положительный, отвечая на ваш вопрос, Лолочек. Это очень положительный момент. Мы идем к самим себе, мы идем к тому, чтобы определиться со своими стратегическими задачами. И еще раз повторю, мы должны идти к самим себе, не вредя никаким отношениям, не нанося ущерба ничему тому прагматичному полезному, что у нас есть. Спасибо. Спасибо большое. Я вижу, уже у нас, мы перешли к третьему блоку, уже были рекомендации. Пожалуйста, если у вас есть какие-то рекомендации еще, что нам необходимо делать. Я думаю, что нам надо не ждать, что будут делать наши правительства, что будут делать госорганы. Нам нужно создавать свою сеть экспертов, вот эти связи укреплять. Потому что я должен обратить внимание, что сейчас, по крайней мере, в Узбекистане очень большое внимание и с очень большим вниманием относятся к, скажем, популярным СМИ, к популярным блогерам, к их мнению прислушиваются, эти мнения учитываются в принятии решений. И поэтому я считаю, что сильное экспертное сообщество, сильное сообщество в такой сфере, как журналистика, сильное сообщество в науке, они могут определить даже действия правительства. Спасибо. Спасибо большое. Эльмира, ваши рекомендации хотелось бы услышать для того, чтобы закрепить это. Мы вообще очень вам сильно всем, то есть вам, хотамака, мы сейчас завидуем, потому что если к вашим СМИ прислушиваются, то, к сожалению, в Таджикистане не такая радужная ситуация, но все равно что-то делается и что-то мы должны сделать. Эльмира, пожалуйста, что вы предлагаете, помимо того, чтобы укреплять экспертное сообщество? Во-первых, я верю в силу дискуссии. Надо начать говорить. Надо срезать пафос. У нас обычно на всех встречах он процентов 70 забирает и ставит конкретные задачи. Сегодня Узбекистан начал такую интересную тему, кто такие басмачи и начали реабилитировать этот процесс. Это очень интересная тема. И эта тема не только про прошлое, это тема про настоящее и будущее. Например, я знаю, что эта тема до сих пор табуированная, потому что как только мы начинаем ее поднимать, мы видим, как в том числе зарубежные СМИ нас за это ругают. Как? Почему? Ведь это же очень интересно. Нам очень важно поговорить вместе о том, что такое милитаризация и как мы это оцениваем и что он несет нашему региону. Нам надо сегодня говорить о том, что такое расизм и как он сегодня проявляется, потому что так или иначе это происходит и с нашими гражданами, и в миграции в том числе. То есть на самом деле столько насущных тем, о которых мы до сих пор боимся говорить. Они для нас до сих пор табуированы. Если мы проведем параллели и эти дискуссии нам дают какой-то очень важный результат, я с удовольствием наблюдаю за тем, что происходит с вот этими темами реабилитации. И ведь не случайно это можно отнести к академической сфере, ну, репрессии, реабилитации, но их озвучивает первое лицо, президент Узбекистана. Это очень о многом говорит, это речь идет именно о политике, речь идет именно о деколонизации. Посмотрите, что происходит в Узбекистане, архив первого президента. Они полностью отцифровывают свои документы. Это тоже деколонизация. Мне кажется, что нужно вычленять какие-то основные сферы и нам встречаться и разговаривать о них. И если это будут очень точные, прикладные, конкретные темы, я абсолютно уверена, что первые лица государства так или иначе будут информированы. Я уже не говорю о том, что после каждого такого выступления могут быть резолюции и какие-то другие моменты. Второй момент, нам нужно друг друга освещать о том, что происходит в наших странах. Мы друг о друге в основном узнаем про СМИ. Мы можем взять какую-то тему и рассказать, кто из нас, в какой стране какие процессы идут, но и при этом рассматривать те концептуальные рамки, которые выстраиваются. Например, как на это реагирует Китай, как на это реагирует тюркское сообщество, которое сейчас ожило заново. Так или иначе, я не уверена, что люди сейчас читают, особенно ЛПРы, большие тексты, аналитические статьи. Скорее, нет. Я далека от того, чтобы критиковать все новые коммуникации, технологии, которые мы воспринимаем как это поколенческое, молодежное. Нет совсем. Это очень актуальные вещи, и нам, хотим мы или нет, придется их осваивать. Просто там будет меньше текста и меньше разговоров. Но это тоже очень важно, потому что нам очень важно, если мы говорим о деколонизации, чтобы мы были услышаны этим поколением независимости, которым сегодня, я не знаю, самым старшим 30 лет. Надо их включать в наши дискуссии, и может быть, в какой-то момент уже от этого отходить. Спасибо большое, Мильмира. Меня выбило, и я перешла на другой аккаунт. Спасибо огромное вам за ваши рекомендации. Я их всех постараюсь включить в статью, которую буду писать после этой нашей встречи, что это очень важно. Камила, пожалуйста, вам слово. Какие у вас есть еще рекомендации? Мне кажется, что и Хатамака, и Эльмира, и Марат уже все-все сказали. Но, знаете, я вот, наверное, еще раз просто повторю о том, что вот то, что сейчас Эльмира упомянула, что люди, наверное, не читают какие-то очень большие аналитические материалы и так далее, но я все-таки придерживаюсь того, что хочется, чтобы на массовую широкую аудиторию, массовую аудиторию, это как-то будет сильно некорректно звучать, но было больше объяснение реальности. И вот на одном из недавних экспертных встреч как раз вот с коллегами из Центральной Азии одна журналистка из Кыргызстана поделилась тем, что очень часто не хватает, допустим, ну что эксперты, которые могли бы делать быструю аналитику и опять-таки, повторюсь, объяснять реальность, да, их бывает тяжело найти, они не выходят на связь. Вот, допустим, я знаю здесь, сейчас в Зуме меня также смотрят журналисты, и мне кажется, они тоже это подтвердят, что им всегда нужно искать какие-то экспертные голоса, и я бы просто хотела сказать, что если есть такая возможность, если есть такой большой инструмент, да, создания знаний, мне кажется, этим надо делиться, и вот эту реальность нужно рассказывать, то есть чтобы, я понимаю, что опять-таки, есть академические круга, да, которые достаточно закрыты, и, наверное, они, в принципе, по определению не должны, да, как бы выходить на широкие массы и так далее, но мне хочется, чтобы все-таки те, кто знаниями обладает, объясняли эту реальность понятно, и вот выходили больше, как раз-таки взаимодействовали с обществом. Это, наверное, такое важное, что я бы хотела сказать, что мы, точнее, можем сделать как сообщество, и чтобы была, знаете, полярность, то есть чтобы была представленность, чтобы представленность включала себя помимо вот разных поколенческих моментов, чтобы это были представители разных поколений, это одно, чтобы это были также моменты гендерного баланса, да, что у нас часто бывает, когда у нас очень сильно идет скос, допустим, того, что одни и те же люди говорят об одних и тех же вещах, чтобы было больше сейчас то, что важно говорить, diversity, чтобы были слышны разные голоса, и чтобы у них была возможность об этом рассказывать, делиться опытом. Ну и, наверное, мне кажется, эмоциональность того, как все это сейчас воспринимается, какое-то явление неизбежное, и, наверное, надо попытаться его принять, и опять-таки, те, у кого есть инструмент знаний, помочь людям работать с этой эмоциональностью. Ну, по гендерному составу и по представлению всех поколений, мне кажется, сегодняшний круглый стол полностью отражает все поколения. У нас это отличный пример, да, Хутамака, это очень отличный пример. Мы это приветствуем, правда же? Это прекрасно, но, к сожалению, не так много этого. Мы все еще видим не так часто, но сегодня, да, Хутамака очень отлично вы отметили, у нас в этом плане очень, мы хороший пример сегодня подаем, вот, и хочется, чтобы это происходило еще больше, да. Спасибо огромное, очень важные вещи вы говорите здесь, все эксперты. Марат, пожалуйста, слово тебе, что еще ты нам можешь порекомендовать? Ну, я буду короткий, да, много рекомендаций, я присоединяюсь к тому, что коллеги сказали, абсолютно, и вот, Камил, что последний, и Хутамака, и Эльмира, я все это присоединяюсь. Я просто скажу, что, что такое, что такое вот эти колониальные отношения и обычные нормальные отношения, это когда, обычные отношения, это когда разговор между сторонами ведется на равных, да, без принуждения, без ссылок к какому-то опыту прежнему, или еще к чему-либо. Когда речь идет на, разговор идет на равных, с помощью аргументов и так далее, и необязательно стороны должны соглашаться, и в этом плане я вижу и нашу будущую, назревающую центрально-азиатскую интеграцию, тоже вот, как такой разговор на равных, когда стороны не говорят, что у меня население больше, у меня ресурсов больше, у меня денег больше и так далее. В общем, да, и вот это особо важно будет, нам добиться в этом мире, чтобы мы со всеми странами мира, со своим великим соседом северным, скажем так, со своим великим соседом, который с восточной, с Европой, тоже великая, которая объединилась, США, самым могущественным государством в мире, чтобы мы смогли наладить вот такие взаиморавноправные такой вот диалог, скажем так, не впадая ни в какие крайности, опять же. Ну, вот это я могу только добавить. Спасибо большое, Марат. Я не знаю, мы успеем или не успеем, но я хотел бы вот сам лично выразить огромную благодарность Лоле, что она дала нам возможность пообщаться, обменяться мнениями. Вот мне было очень интересно послушать моих коллег, я сделал для себя очень много пометок, очень много выводов. Большое вам спасибо, коллеги, и большое спасибо, Лолу, за организацию. Спасибо большое всем вам, уважаемые эксперты. Я думаю, я вот переехала, у меня проблемы с интернетом на моем компьютере почему-то. Спасибо вам огромное всем за то, что вы согласились. У нас время нашей дискуссии подходит к концу, и у нас есть зрители, но я не вижу вопросов от наших зрителей. Я думаю, что то, что мы начали делать и начали обсуждать эту важную тему, это очень важно, и я благодарю вас всех за то, что вы приняли мое приглашение. Думаю, что у нас еще впереди очень много работы, и надеюсь, что мы будем собирать на своих площадках, и обсуждать, и объединять, и говорить о том, что важно для нас, для жителей стран Центральной Азии. Я благодарю наших уважаемых экспертов, которые рассказали нам о ситуации в странах Центральной Азии, дали нам свои заключения, экспертизу, и напомню, что с нами сегодня были на связи из Казахстана Камила Смагуова, Эльмира Нагайбанова из Бишкека, из Душамбе, Марат Мамачоев, и Хотам Абдураимов из Ташкента, и моделировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова, больше аналитических материалов по этой и другим темам волнующих жителей Центральной Азии вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.azia Спасибо за то, что вы были с нами, до свидания и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.